Всем привет! Давно ничего не снимал по сборке парусника 12 апостолов, ну именно по сборке корпуса. Долго очень резал все отверстия. Конечно, получилось довольно кривовато, но это потом уже буду как-то выпрямлять. Так вот, значит, все выглядит. И сейчас, секундочку, перевернем его. Начал я сглаживать поверхность корпуса, пытался здесь зашкурить все. Однако понял, что из-за кривизны моей сборки пытался снимать очень много дерева. Поэтому решил все сначала покрыть шпаклевкой, а потом уже зачищать. Буду использовать вот такую шпаклевку. Шпаклевку. Цвет березы у нее акриловая. Цена вроде там 60 с чем-то рублей, 62 что ли рубля. И вот такие шпатели. Набору 40 рублей. Ну, мне, наверное, понадобится тот самый маленький. Значит, сначала сейчас почищу весь корпус от пыли и зашпатлюем. Так, корпус я, в общем, протер. Начну с нижней части его, потому что верхнюю я еще, думаю, может, там подровняю что-нибудь потом. Да, и мне кажется, что шпаклевки не хватит, потому что с виду-то баночка полная, но почему-то, мне кажется, на самом деле там будет наполовину пустое. Ну, ничего страшного. Если что, уже сбегаем до магазина. Цена у нее небольшая. Как ее открыть, интересно? Ого! Нет, банка почти полная. Значит, вот так она у нас выглядит. Никогда ничего подобного не делал. Сейчас буду, в общем-то, учиться на ваших глазах. Интересно, в общем, мешать надо или нет? Потому что выглядит не очень. Хотя, наверное, ничего не надо делать. Так. Ну, ладно, начнем. Даже не знаю, если честно, как начать. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Дошпатлевал я нижнюю часть корпуса Получилось, в общем-то, как получилось Но пока что-то говорить еще Придется все зашкурить Работать наждачной бумагой здесь придется много Я так подозреваю Ушло не так уж много, кстати, шпатлевки Меньше, чем полбанки На надводную часть корпуса, думаю, идет еще меньше Она у меня не такая уж кривая получилась, как нижняя В общем, ждем, пока это все высохнет А сохнуть оно будет, согласно инструкции, от 4 до 10 часов Так что, наверное, уже буду продолжать завтра Ладно, ждем Прошли одни сутки Очень долго сохнет шпатлевка Корпус стал значительно тяжелее Вот, значит, как она высохшая выглядит Ну и, конечно, я уже начал ее зачищать Секундочку Да, кстати, можете видеть, сколько лишнего получилось Слишком уж толстый слой нанес Надо было, конечно, делать его потоньше Потому что все равно основную часть я снимаю Но зато после шлифования Сначала я использую вот грубую шлифовальную бумагу Затем вот такими губками обрабатываю Так вот, после этого корпус становится, в принципе, довольно гладким Ну и тут вот примерно видно, насколько криво он выглядел до шпатлевания Как раз сейчас она заполняет все неровности Что ж, буду сейчас доделывать вторую сторону А потом уже приступлю к верхней части И посмотрим, что будет в итоге Ну что ж, нижнюю часть всю зашпатлевал Немного уже зачистил Еще, конечно, все это будет зачищаться Ну, в общем, основные неровности, конечно, шпатлевка выравнивает Естественно, только что слишком толстым слом я ее наносил Сейчас при шпатлевке верхней части Я уже буду стараться нанести более тонкий слой А так, принцип тот же Придется сейчас, правда, делать чуть более все аккуратно Чтобы много не попадало в отверстия пушечные Наверное, включу ускоренное видео Потому что тут особо рассказывать нечего Шпатель маленький я уже потерял Буду сейчас все делать тем, который немного побольше А так, все то же самое ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну вот, практически закончил зачищать корпус. Теперь, я думаю, уже и на камеру прекрасно видно, что на самом деле у меня все было криво, а не как писали, что, мол, ровно и не парься. Видите, тут шпаклевка буквально целые рейки закрывает. Они у меня были, ну, совсем не равномерно, в общем, приклеены. Я думаю, может быть, еще немного снять, конечно, но слишком много дерева снимать тоже не хочу, так что посмотрю, может быть, так оставлю, может, еще немного зачищу. Переверну его. Вот так вот надводная часть выглядит. В принципе, сейчас вот он даже рукой, когда проглаживает, что довольно все ровно. Как будет дальше, буду думать. Примерю, чурейки. Ну и самый частый вопрос по 12 апостолам, когда следующее видео. В общем, ребят, нечего серьезно показывать. Несколько видео было вообще забраковано, там, по той же обшивке и так далее. Они снимаются, но их просто не выкладываю, потому что работа вот на неделю, а показать реально нечего. Ну, что тут зашлифовал и все, в принципе. Следующий этап уже все будет, чистовая обшивка. Ее я тоже не буду разбивать там на 10 видео. Все сделаю заодно, так что не знаю, как скоро это все получится. На этом все. Спасибо за просмотр и пока.